здравствуйте рада всех приветствовать на своем канале сегодня я буду делать косметичку в технике сенель в технике сенель на моем канале сделано одно арт полотно я училась вместе с вами на камеру обязательно оставлю ссылки в конце видео у меня там все подробно показано и я подробно объясняла сама себе и вам как делать такую технику и затем у меня есть коврик сегодня я буду делать косметичку женскую в подарок на новый год в технике сенель у меня остались от предыдущих проектов пижамница и подарочная упаковка для детского подарка лоскуты ткани из которых я делал аппликацию тигров поэтому решила продолжить тему тему тигровый год у нас тигровый взяла лоскуты ткани размер моих лоскутов сразу же скажу если вдруг кому-то это будет интересно так у меня здесь 28 сантиметров это большой зеленый я бы специально вырезала такого размера на 22 то есть зеленый это основа у меня 28 на 22 следующий лоскуты идут меньше это оранжевый это все без это все девочки остатки от предыдущих работ затем вот такие у меня светлые но я наверное черный сделаем следующий слой смотрите зеленый рыжий или оранжевый кому как удобно кому как хочется так и назовите затем идет черный потом я сделаю вот такие белые два оранжевый и наверное еще это положить все лоскуты у меня выкроены по долевой долевая идет у меня на всех лоскутах и так как это у меня девчонки все остатки от предыдущих работ цельных кусков ткани у меня было мало и я решила опять сделать эксперимент посмотрите какой верхний слой я сделала верхний слой у меня полностью сшивной долевая у меня здесь соблюдена строго все правильно но вот из таких остаточков я даже думаю что возможно это будет интересно тигр полосатый конечно лучше было если у меня полосочки шли по диагонали но так у меня не получилось поэтому будем пробовать таким образом сейчас я все это выровняю и скажу размер верхнего лоскута потому что он меньше чем нижний но я надумал меньше не намного сантиметра 2 здесь у меня почти 26 на 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 18 все так девочки все это сделала теперь мне надо все эти слои скрепить булавочками и дальше я буду делать швы на машинке строчку прокладывать по диагонали под углом 45 градусов но для удобства я ее начерчу ручкой сначала все сколола у меня там кусочки не цельные чтоб они никуда не сместились и сразу откладываю линию под углом 45 градусов к долевой нити у меня есть на линейке 45 градусов если у вас нет на таких линеек то возьмите пожалуйста транспортир и можно делать по транспортиру ну и либо она глаз тут тоже знаете это не аптека все буду работать гелевой ручкой они хорошо потом убираются влажной тряпочкой прочертила кто может делать без линий пожалуйста я решила заморочиться и теперь я буду откладывать линии на расстоянии полтора сантиметра друг от друга совмещаю совмещаю девчонки вот линейки этим блин дорогие но такие они удобные так облегчают работу честно долго долго не покупалась себе такую линейку потому что жалко было денег я всегда думаю что же я могу на эти деньги купить другое более мне необходимое чем то без чего можно обойтись всегда я так думала но потом все-таки решила приобрести эту линейку знаете сейчас вообще нисколько не жалею думаю почему я раньше этого не сделала мои мысли были и обоснованы как то так поэтому если вдруг все-таки у вас есть такая возможность и вы занимаетесь шитьем и обязательно петчверком и декором это и для декора любого очень удобно такие линейки то лучше конечно линейку такую приобрести для удобства ну либо грядут новогодние праздники попросите чтобы кто-то из близких вам сделал такой подарок я думаю близкому будет приятно вам подарить и вам точно эта линейка и роликовый нож тоже очень удобно понадобится тем более на алиэкспресс это совсем недорого и доставка с алиэкспресс бесплатно и подождете может быть пару месяцев но если у вас ее нету пару месяцев но сейчас кстати быстро тоже не так долго и так прочертила линия но девочки я не буду дошивать до конца тоже полтора сантиметра поэтому сразу же сразу же прокладываю границы все по начерченным линиям от этого места я прокладываю строчку вот до этого места граница у меня здесь тоже есть не дошиваю полтора сантиметра и так сейчас прокладываю строчку на машинке затем я разрежу посередине и начну уже теребить делать саму синель а а и а и и и и и и и девочки, что у меня в итоге получилось. В машинке я мухрить не стала. Делаю это вручную, потому что полотно маленькое, ну и нет смысла гонять машинку, и оно у меня само хорошо мухрится. Кстати, здесь у меня, посмотрите, шевчики разошлись, но ничего страшного. Понравилось мне, что я сделала полосочки, и что у меня там кусочки ткани. Посмотрите, у меня здесь есть белая ткань, ее видно, здесь нет. И прям как настоящий тигр. То есть, полоски, полоски внутри, полоски снаружи мне нравятся. Работала я обычная массажная расческа, у меня такая старая массажная расческа, она достаточно хорошо распушает, мухрит ткань. Есть вот такая щеточка, тоже мне нравится. В общем, полотно мне уже нравится, но я буду еще работать дальше. Хочу проложить строчки каким-нибудь рисунком по другой диагонали полотна, то есть, под машинку буду вот так вот загибать эти срезы и прошивать на машинке, помогать буду себе распаривателем. Обязательно вам покажу. И ткань буду загибать не всю. Допустим, да, здесь я могу загнуть весь слой и освободить зеленый цвет. У меня он будет виден. Следующий я буду, допустим, загибать по рыжей. У меня будет только рыжий виден, зеленый я закрою цвет. То есть, здесь тоже можно поиграть с цветом ткани, со слоями ткани. Все загнете, будет очень там пушистое, менее пушистое. Здесь можно черно оставить. Здесь тоже большой полет фантазия. Можно просто прошить, оставить везде зеленый цвет, виден, но можно так оставить и работать дальше над косметичкой. Я решила опять заморочиться. Все-таки проложу строчки, посмотрю одно, две, три. Обязательно сейчас вам покажу все на машинке, и девчонки вы точно все поймете. А если не поймете, у меня есть хороший подробный мастер-класс. Я делала коврик в технике Синель. Кстати, он у меня не доделан еще в работе. То проходите по ссылочке, которая будет в конце видео, там все подробно. Итак, иду на машинку. За кадром на одном из полотен я попробовала проложить строчки вот такие фигурные, чтобы посмотреть, что получится, и потом показать вам, как это делать, и что в итоге получается. Вы знаете, я поняла, что мне это не нравится. Получается обычное какое-то полотно, и вот сам смысл похожести на тигровую окраску теряется. В общем, девчонки, честно, мне не понравилось. Поэтому эти полосы я распускаю, и оставляю обычную Синель без поперечных полосок. Но если вам интересен вот именно такой момент, то, как и говорила ранее, обязательно оставлю в конце видео ссылку на ролик, где я делала коврик из джинс. У меня там такая техника применена, вот такие красивые полоски. И там это смотрелось очень красиво. Сейчас даже фотографию ставлю в углу видео. Не знаю, в этом, наверное, углу ставлю фотографию. Посмотрите, там это было красиво, было понятно. Здесь мне как-то, честно говоря, не понравилось. Поэтому все эти полоски я распускаю и приступаю уже к сбору самой косметички. Итак, полотна я исправила, распустила лишнюю линию и продолжаю работать. Вот так выглядят два готовых полотна. Еще раз смотрю, полоски, конечно, надо было делать по диагонали, но у меня бы так не получилось. Теперь я буду работать с молнией. Возьму небольшую лоску ткани. Молния у меня длинная, черная. Мне ее надо уменьшить. Сейчас я ее уменьшу. Не знаю, я молнию делаю так. Может, кто-то из мастеров делает по-другому. Смотрите, у каждого свой способ. Возможно, вы делаете по-другому и вам будет более удобно так сделать, как делаете вы. Молния никогда не выбрасывают, уже их коплю. Возможно, они мне на что-то интересное пригодятся. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok вот так у меня это выглядит теперь раскрою молнию чтобы мне удобно было и девочки соединяю вот эти две детали то есть верхнее полотно это можно кстати сразу убрать а зеленая отогнуть чтобы она не мешалась поэтому для удобства я его отогну и вот так вот булавочками сделаю все а дальше все очень просто надо пришить половинку молнии к этой части и это я буду делать вот так посмотрите накладываем совмещаю здесь все просто как обычная молния и пришиваем вот здесь вот я тоже посмотрите вы высекла лишнюю ткань у меня получилось только лицевая к ней я пришила молнию то же самое сделаю здесь можно помочь себе ниточкой с иголочкой наметать чтобы выглядело все аккуратно и под машинкой не сползло я скорее всего наметаю так складываю еще раз две детали вместе чтобы все было аккуратно так здесь надо постараться все вроде у меня здесь аккуратно все сошлось беру иголочку с ниточкой и сначала все таки я молнию наметаю на металла и теперь на машинке проложу строчку и в итоге у меня получится вот так посмотрите все хорошо все аккуратно на машинке поменяю лапку с обычной на лапку для пришивания молнии такой лапкой удобнее работать а пришивать молнию но все пошла на машинку вот так это выглядит проложила строчку и теперь мне надо будет заняться подкладом подклад скорее всего я буду пришивать вручную но хотя можно сделать это и на машинке я решила решить вручную мне надо срезать обязательно лишнюю ткань сейчас я примерно прикину сколько это вот оставлю себе сантиметра полтора смотрю хватит так нет не хватает я что-то лишку сейчас я посмотрю методом примерки не буду высчитывать и пресс прямо вот так вот приложу да не немножко срежу буду это делать постепенно девочки если бы я сделала дополнительный подклад то конечно бы я все проложила на машинке и мне не пришлось бы делать вот таким способом там но я решила не делать подклад и поэтому здесь мне придется немножко помучиться вот таким образом у меня все получается и сейчас можно проложить строчку на машинке аккуратно чтобы здесь не было видно тогда надо будет использовать черные нити либо это можно сделать вручную по тайным швом как и говорила я еще немножечко все-таки срежу я сделаю это вручную по тайным швом еще немножко срезать вот так вот подворачиваю и делаю строчку как и говорила можно на руках можно на машинке молния прошила но сделала то на машинке так как ручные стежки на лицевой части были видны видны были на молнии знаете такие как бы защипы это некрасиво мне это не понравилось поэтому я аккуратно проложила строчку прямо по границе молнии и лицевой ткани черными нитями прямо по границе в общем у меня все получилось смотрите молния работает никаких швов здесь не видно мне это нравится молния пришила вот так выглядит лицевая часть сравняла края обрезала всю зеленую ткань вы видели она у меня была больше выглядит вот так это с изнанки посмотрите здесь у меня такая маленькая строчка идет то есть я и пришивала вот эти края конечно я пришивала по лицевой теперь мне надо сделать форму косметички то есть ее сформировать чтобы сформировать косметичку я хочу опять высечь вот эту лишнюю ткань но не лишнюю а слои из которых я делала саму синель мне надо их убрать я не хочу чтоб швы у косметички были очень толстые будет трудно работать но я думаю будет некрасиво поэтому по всему периметру как я делала на молнии когда пришивала молнии и вот так вот высекая всю лишнюю ткань здесь она у меня закреплена я ничего не боюсь у меня остается только вот зеленая ткань и как и говорила лицевая верхняя ткань здесь у меня разошелся шов ничего страшного когда буду пришивать форму косметички шить донышко все у меня здесь уйдет то есть все зафиксируется у меня столько обрезков остается вот такого цвета наверное надо будет сделать какую-то еще и новогоднюю пиццу из такой ткани вернее из таких обрезков так и высекаю с этой стороны таким же образом поступаю с другой половинкой косметички тоже убираю лишнюю ткань вот так вот сейчас вам сказала про пиццу и вот эти лоскутки ткани которые я срезаю вот эти обрезки у меня уже в голове родилась идея куда можно применить пиццу которая получится вот из таких маленьких маленьких обрезков обязательно сделаем и покажу потому что даже таким маленьким крошечным обрезком всегда найдется применение это любимая пицца но иногда просто уже не знаешь куда применять эту пиццу само полотно а у меня в голове родилась идея и куда применять это полотно я думаю это будет интересно но по крайней мере необычно все в голове план уже созрел посмотрите у меня здесь эти края тонкие и это мне нравится мне будет удобно работать дальше я складываю косметичку единственно надо обязательно конечно открыть молнию иначе я не смогу ее потом вывернуть и прокладываю один большой шов затем буду формировать уголок косметички подрезала все выровняла и теперь мне надо будет оформить уголочки но так как я швы буду делать запаковочные я не буду обрабатывать здесь на верлоке хотя наверно возможно достать оверлок нет не буду я все-таки запакую и прежде чем сделать уголок мне надо вот эти швы запаковать сейчас сделаю швы я запаковала все уголочки здесь у меня не подвернуты подвернуты только наверху и теперь я их буду формировать сначала уголочки складываю швы чтобы у меня боковой шов полностью сошелся со швом дна можно помочь себе булавочками так смотрите я раскладываю шов на дне в одну сторону а шов на боку в другую сторону чтобы опять не было толщины сейчас это все сколю косметичка получается такая пухленькая тепленькая как сам тигр представляете если я здесь не убрала толщину как бы было думаю некрасиво и сложно сделать аккуратную работу и так этот шов сюда этот сюда откладываю примерно сейчас найду мелок на столе полный бардак полный хаос милок найти не могу воспользуюсь ручкой гелевые они хорошо убираются и откладывают два с половиной сантиметра я думаю этого будет достаточно и потом провожу линию и вот по этой линии прокладываю шов отсюда до сюда смотрю как и говорила ранее чтоб эти швы были в разные стороны и также запаковываю шов как запаковывала вот эти боковые швы и возвращаясь к вам уже с готовым полностью изделием работа над косметичка я полностью закончила вот так она у меня получилась а в утре я положила лоскутой ткани чтобы косметичка приняла форму которую нужно чтобы было понятно какая она вот хотя в принципе и плоская тоже понятно ну вот такая симпатичная косметичка у меня получила сделала подвесочкой у меня здесь такой брелочек тигр я думаю уместно будет тигр на тигровой синелье вот такая у меня синель швы получились тонкие машинка все брала это за счет того что я высекла лишнюю ткань вот такое донышко уголочки у меня молния сейчас уберу лоску точки которым я наполнила косметичку чтобы вам все показать вот так она выглядит внутри швы все запакованы ничего лишнего все аккуратно все красиво получилась она легкая мохнатенькая новогодняя в общем у меня еще готов один подарок если вам понравилось мое видео моя работа то ставьте лайк если не понравилось конечно ставьте дизлайк подписывайтесь на мой канал у меня много нового интересного я занимаюсь не одним видом творчества рукоделия и обязательно в конце видео оставлю ссылочки на другие мастер-классы где я тоже делала косметички и еще раз повторяюсь все косметички у меня разные формы косметички не повторяются разная ткань разное полотно которое делала со своими руками и разные формы косметички есть там очень интересные формы так что рекомендую пройдите посмотрите ну а на этом я буду с вами прощаться до скорой встречи на моем канале вам же же я желаю здоровья счастья творческих успехов и чтобы ваши близкие родные люди вас всегда только радовали а не огорчали пока пока до встречи на моем канале а